Новую котельную в Аксу начали возводить еще 6 лет назад. В 2020 году ее вроде бы построили, но до сих пор этот объект еще не принят. С чем пришлось столкнуться и подрядчику, и заказчику. Все это выяснялось в ходе рабочей поездки Акима области. Новую котельную можно запустить только в соответствии с проектом смертной документации после государственной экспертизы и технического надзора, подчеркнул глава региона. Сам объект в принципе уже готов к работе, уверяют подрядчики. На сегодняшний день котельная полностью 100% готова к работе. Единственное, сейчас по согласованию, по наставанию заказчика проводится госэкспертиза, которую ожидаем в 19 октября, выдачу заключение. И потом рассчитываем базовыми детьми, продолжить постановочные работы и уже с дальнейшим отпуском тепла в сети города. Полная установленная мощность по 30 гигакалорий, 6 котлов, суммарно 180 котлов планируется. Все построено, все смонтировано. Также в присутствии технического надзора и заказчика все заодно реализовано. Топливо, подача, уголь, запасы все есть, все сети подключены. Поэтому мы имеем полную готовность для того, чтобы завершить постановку и стандарт города тепла. Реализация проекта по разным причинам задержалась. Более того, в котельной появилось дробильное отделение, которое изначально не было предусмотрено. Мы сказали, есть две пути. Первый путь. Вы все делаете, как в проекте положено котельное. Соответственно, вот не должно быть дробилки. И мы делаем постановочную работу. Правильно? Это первый путь. Второй путь. Если вы ставите дробилку, которая в проекте не предусмотрена, соответственно, котельная не может работать без этих дробилок. Тогда вы легализуете эти дробилки, чтобы проектировщик принял их как запрещенное решение. Правильно? Да. Поэтому у вас идет корректировка. То есть надо эту вещь уточнить по нашему желанию. А потому что у вас котельная без дробилки не работает. Работает она без дробилки или не работает. Это проектировщик должен определить. Пойти к государственной экспертизу и подтвердить, что здесь должна быть дробилка. Глава региона подчеркнул, что новую котельную АКСУ готовы принять. Но она должна соответствовать ПСД. Был дан ответ и по тарифу на тепловую энергию. Я понимаю, что подрядчик, стоимость на выходе тепловой энергии уходит достаточно высокой. Но это как бы не ваша проблема. С этим я согласен. Праведливо сказать, да? Это не проблема подрядчика. Потому что подрядчик, исходя из самого проекта построил, его задача построить по проекту. Правильно? Ваша задача. Да. А то, что на конце мы получаем дорогую тепловую энергию, это на самом деле ошибки ТЭО и финансово-экономического обоснования ФЭО. Кто делал ФЭО, кто по ФЭО и ТЭО проходил экспертизу, это их ошибка. В АКСУ текущая нагрузка около 160 гигакалорий, плюс нормативные потери 20 гигакалорий. То есть в целом 182 гигакалории в час во время пиковой нагрузки. 85% тепла потребляет жилой сектор. Здесь необходимо учитывать, что пиковые, это достаточно короткие промежутки времени обычно бывают. Ну, как вы знаете, морозы свыше 34 градусов у нас держатся неделю, не 10 дней. Соответственно, в принципе, мощность этой котельной, если она будет соответствовать изначальным параметрам, то она будет, я думаю, будет достаточной. Ну, конечно, без перспективы фактически роста жилой площади, коммерческой площади. Это надо будет еще смотреть. В целом непонятно, когда же новая котельная начнет работать. Для начала госэкспертизу пусть пойдут, легализуют оборудование дополнительное, если это первый этап. То есть вы хотите сказать, когда у нас будет теленок, а у нас еще ни корова, ни быка, как говорится. По словам Акима области, тариф на тепло от новой котельной пока не обсуждался. Глава региона также посетил и котельную РОК-2, которая относится как к сузскому заводу феросплавов. Техаудит мы в прошлом году отработали, они подсказали, ну, 500 трубу подключили, у нас подача идет, была только 800, и вот 500 подключили, и у нас сразу гидравлика улучшилась. И у нас концевые дома, вот прошлый год практически жалоб не было. Там же на предприятии прошло совещание по подготовке АХСУ Котопеденного сезона. Сначала оценили готовность котельной РОК-2, рисков по которой нет, как заверил Аким города. На сегодняшний день два года уже готовы, значит, третий котел будет готов через неделю, и четвертый котел уже 15 октября тоже будет завершена ремонтная работа. Здесь немаловажно повлияло ваша поддержка, то, что встреча с руководством компании «Ержи» были, здесь выделены средства, и вот мы с вами, потому что мы обсуждали действительно оперативно, свое время, значит, были наши планы ремонтной работы, и в соответствии с графиком, и его подрядчик тоже был определен в свое время. Также рассмотрели готовность теплосетей, провели гидравлические испытания, в том числе впервые внутриквартальные. Все 19 выявленных порывов устранены. На сегодняшний день из 264 многоэтажных жилых домов с горячим водоснабжением у нас отсутствует на трех домах. По данным Акиманта АХСУ, 230 многоэтажек, или 87%, имеют акты готовности к отопительному сезону. Мурат Ибилмашид, Айбек Газис, Иртис Ахмарат из АХСУ.